Герою Советского Союза Фёдору Жарчинскому исполнилось бы 110 лет. Он родился 1 июля. И накануне в Рашкове вспоминали героя Советского Союза. Фёдор Жарчинский родился в простой крестьянской семье. С детства мальчик любил читать. Пятиклассник Фёдор преподавал на курсах ликбеза. В 17 лет стал директором начальной школы в Рашкове, а уже в 23 возглавил школу в родном селе. У него была кличка «Ходячая энциклопедия». Он был настолько начитан, эрудирован. Не было таких вопросов, на которые он не имел бы ответов. Не зря за него и говорили. Он и учитель, и администратор, и пионер-вожатый. Он играл в сельском духовом оркестре. Первое боевое крещение Фёдор Жарчинский получил летом 41-го под Житомиром. В августе был ранен. После госпиталя направили в танковое училище. На фронт вернулся командиром танка, принимал участие в Кировоградской, Корсунь, Шевченковской и Уманско-Баташанской операциях. А 21 апреля 45-го года вместе с боевыми товарищами освободили 4500 узников концлагеря в Германии. Был тяжело ранен. После умер. Ему было всего 32 года. Сегодня я сыграл главную роль Жарчинского. Ощущения были неописуемые. Я проникся в ситуацию, в грусти. Ему было очень сложно принять выбор пойти и спасти 4500 человек из концлагеря. Это неимоверно спасти столько человек. Это столько жизни, столько судеб. Фёдор Иванович Жарчинский является для меня героем. Является тем человеком, с которого можно взять пример. Он является героем. И люди чтят и помнят с детства. И все жители стараются быть похожими на нашего уроженца Фёдора Ивановича Жарчинского. В Рашкове работает музей героя. Фотографии, наградные листы и даже парта, за которой сидел ученик Жарчинский. Более 400 экспонатов. И все они рассказывают о жизни и подвиге рашковчанина Фёдора Жарчинского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова